Народные избранники побывали и в Жилойском районе. Если там строительство жилых домов завершится в срок, то более 607, стоящих в очереди, получат долгожданные квадратные метры собственного жилья. Уделяют особое внимание модернизации автомобильных дорог и строительству социальных объектов. В этом году более тысячи учащихся приступили порог новой школы. Что ждет на сельчан в ближайшем будущем, расскажут мои коллеги. В первую очередь депутаты областного маслехата посетили здание среднеобразовательной школы номер 6 города Кульсары. Учебное заведение было сдано в эксплуатацию в 2021 году. В школе обучаются 1200 детей. Здесь просторные светлые кабинеты по каждому предмету. Большой спортивный зал, мастерская, где есть все возможности для изготовления разных изделий. Библиотека, столовая. Актовый зал тоже просторный. Сейчас мы посетили эту школу. Здесь созданы все условия для учащихся. Мы видим, что в городе Кульсары проводится большая работа по повышению качества образования. Со своей стороны депутаты маслехата примут во внимание и преследят за исполнением подобных государственных программ между выездными сессиями. Далее народные избранники побывали на центральном стадионе Моногорода. Объект строительства которого началось в декабре 2020 года будет сдан во благо жителей летом следующего года. По завершению строительства стадиона местная молодежь может заниматься футболом, баскетболом, волейболом и другими видами спорта. Далее депутаты областного маслехата провели прием местных жителей. Горожане рассказали об аварийном жилье, о положении пенсионеров и мерах поддержки молодых предпринимателей. Кроме того, речь шла о надбавках к зарплате учителя. Все проблемы жители обсуждали совместно с Акимом города Кульсары, который принял участие в совещании. Указаны пути решения поднятых вопросов.